здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на 1 понедельник марта сегодня 4 число весна идет весне дорогу надеюсь вы хорошо отдохнули за эти выходные готовы к новым впечатлениям от всех британских новостей которые не перестают нас удивлять ни днем ни ночью и также не перестают удивлять нас на выходных и поэтому не забывайте о нашем телеграм-канале в котором новости выходят постоянно и ежедневно и не только раз в день итак поехали к новостям чему сегодня посвящены передовицы британских газет в основном конечно о том что наш канцлер ищет 9 миллиардов фунтов не знает где их взять и о том что утекла информация из немецких военно-воздушных сил о британских военных на украине но давайте подробнее заголовок газете таймс сегодня гласит джереми хант джереми хант ищет 9 миллиардов фунтов для того чтобы сбалансировать свой бюджет ожидания от бюджета который будет объявлен в среду продолжают беспокоить большинство газет газета таймс сегодня говорит что канцлер джереми хант все еще надеется ввести снижение страховых взносов на 2 пенсия найдя где-нибудь 9 миллиардов фунтов это стоимость сокращения расходов и других налоговых повышений источник из казначейства заявил с маленьким пространством для ваневра нам приходится рассматривать все возможности чтобы это все-таки сработало также газета утверждает что мистер хант не планирует распределять снижение налогов как по страховым взносам так и по подоходному налогу как это по сообщениям он рассматривал ранее потому что снижение страховых взносов все-таки дешевле газета ай рассказывает что мистер хант подливает масло в огонь тревог снижая ожидания по поводу значительных снижений налогов в бюджете газета говорит что старшие фигуры в партии предупредили канцлера что нужно делать это или сейчас или никогда для того чтобы уменьшить налоги но он настаивает на необходимости быть осторожным учитывая общее состояние финансов в стране заголовок газете daily express гласит может ли хант и премьер министр вытащить кролика из шляпы именно такой вопрос беспокоит газету почему потому что хант на данный момент как бы заблокирован в переговорах с премьер-министром риши суноком о том могут ли они позволить ввести такое снижение на 2 пенса и о том что тори депутаты давят на них потому что скоро выборы и они начинают делить так называемые крупный предвыборный сладкий хлеб также в газете напечатана фотография принца принц простите короля не могу никак привыкнуть что он король короля час за третьего и камилы королевы камилы о которых речь пойдет позже в выпуске но сейчас переходим газете guardian которая гласит план бюджета грозит привести великобританию ко второму потерянному десятилетию предупреждают ханта гардиан сообщает о результатах опроса который показал что борьба с ожиданием вписки приоритетов избирателей на и чес и исправление общественных служб великобритании выше текущей текущего уровня налогообложения газета также говорит что анализ благотворительного фонда против бедности предполагает что снижение налогов может поставить британию перед потерянным десятилетием для уровня жизни и оставить рабочие семьи на 1900 фунтов беднее в год газета мир сегодня большой очень заголовок такой печатает общий смысл которого сводится к тому что есть проблемы в цене торговых взяток тори первая страница отдается вот этой информации что школы больницы вооруженные силы британии городские советы полиция тюрьмы суды хосписы все это находится в ужасном кризисе и газета называет эту ситуацию ценой вот этих торговых взяток заголовок газете daily telegraph гласит полиция не раскрыла ни одного преступления связанных с грабежом в половине страны в газете цитируется home office и предоставлены данные которые показывают что полицейские силы в англии уэльсе не решили ни одного грабежа в сорока восьми процентах из всех районов за последние три года телеграф говорит что эти цифры появились несмотря на обещание начальников полиции в октябре два 2022 года о том что офицеры будут присутствовать на месте любого грабежа ограбления частного дома ничего это не произошло также газета не сообщает как раз о случайной утечке информации о британской военной разведки и военных которую допустил глава военно-воздушных сил германии инга герхардс телефонный разговор которого был услышан в перехваченном россией звонке когда обсуждались операции нескольких стран нато на украине газета говорит что мистер герхардс сделавший звонок с использованием технологии видеотелефона был услышан русскими и в нем описывались различные методы доставки британских ракет на украину и говорят что в этом разговоре тоже сказали что британские войска находятся на украине заголовок газете daily mail гласит деньги за обман по визам за уходу за больными по уходу за больными газета daily mail сообщает что секретное расследование их корреспондентов выявила что жулики берут с неквалифицированных мигрантов до 20 тысяч фунтов за разрешение на работу для занятия вакансий в сфере ухода за престарелыми газета говорит что поверхностные проверки сейчас в отчаянной попытке заполнить огромные пробелы в вакансиях на такую работу и это означает что не квалифицированные сотрудники теперь остаются в стране и заботятся о престарелых британцах заголовок газете метро рассказывает о другом оказалось что смертность взлетела от препарата который выписывался от тревоги высокозависимый как его назвали препарат который назначался от тревоги уже более восьми с половиной миллионов раз в год связан с самым быстрорастущим числом смертей чем от любого другого лекарства в британии об этом сообщает газета в газете говорится что отчет предполагает что прегабалин изначально разработанный для управления судорогами для снижения боли от судорог связан с почти тремя с половиной тысячами смертей за последние пять лет заголовок financial times сегодня гласит саудиты и русские возглавляют усилия опек плюс по ценам на нефть предлагаем продление сокращения добычи financial times сообщает о решении группы опек плюс ведущих нефтедобывающих государств продлить последний раунд добровольных сокращений добычи нефти который должен был закончиться в конце марта и он теперь продлится еще на три месяца газета говорит что этот шаг был инициирован саудовской аравии и россии и является частью попытки поднять цены которые оставались сдержанными несмотря на растущие глобальные политические напряжения ну и газета daily star сегодня сообщает что дон горске это человек который удерживал мировой рекорд по поеданию наибольшего количества бигмаков продлил свой рекорд он побил его в очередной раз он съел уже свой 34 тысячный бургер однако газета добавляет что горски уменьшил количество съеденных бургеров с 9 в день до 2 называя его очень крупным но легким весом он побил в очередной раз свой же рекорд если вы любитель гамбургеров то можете тоже попробовать это сделать теперь давайте посмотрим о чем же пишут средства массовой информации в великобритании сегодня более подробно в первую очередь премьер-министр риши сунах предупредил что многоэтническая многоконфициальная многокофициальная демократия великобритании намеренно подрывается силами прямо здесь и дома и ее пытаются разорвать на части премьер-министр сделал это заявление в своем доме возле своего дома номер 10 на даунинг-стрит в пятницу вечером доклад судя по всему не был подготовлен и он был спонтанным но сунах сказал давайте докажем что эти экстремисты ошибаются и покажем что даже если мы не согласны друг с другом мы никогда не будем разобщены с нашими общими ценностями ценностями порядочности и уважения я люблю эту страну сказал он прежде чем призвать людей держаться вместе и бороться с силами разделения теперь про нелегальных мигрантов семилетняя девочка погибла после того как небольшая лодка которая пыталась добраться через пролив ла-манш перевернулась на севере франции официальные лица заявили что лодка перевозила 16 мигрантов когда она затонула в нескольких километрах от побережья лодка не было подходящего размера для того чтобы перевозить такое количество людей говорится в заявлении местных властей родители девочки которые ехали с тремя детьми были доставлены в больницу в дюнкерке на борту находилась супружеская пара происхождение которой выясняется со своими четырьмя детьми включая беременную женщину сказал перфект дю нор остатки надувной лодки в ла-манше обнаружены пограничные службы великобритании это был один из нескольких инцидентов в которых за день было спасено в общей сложности 249 человек данные мвд великобритании показывают что в этом году в великобританию прибыло более двух тысяч мигрантов а март только начался в последнее время в mi6 начали набирать этническое разнообразие можно это так назвать и вот директор mi6 подчеркнул что работа в агентстве может быть более захватывающей чем представлена в шпионских фильмах о джеймсе бонди он отметил что в своей карьере он видел вещи гораздо более удивительные чем те которые показывают на экране для масс подчеркнуто что разнообразие раз в агентстве не соответствует стереотипам и к примеру господин к вами первый чернокожий шпион призвал людей различных этнических групп присоединяться к mi6 также он отметил что необходимо изменить мнение о работниках mi6 не ограничивая их представление о белых мужчинах среднего класса как в случае с джеймсом бондом к вами также подчеркнул что в агентстве есть женщины которые занимают ключевые технологические позиции включая главу отдела технологий теперь неприятности закрытия фонда поддержки домашних хозяйств вызывает беспокойство у благотворительной организации барнадос заявляющие что это будет катастрофой более 160 городских советов предупреждают что уязвимые семьи столкнуться со значительной потерей финансовой поддержки в то время как правительство утверждает что другие пособия увеличиваются для покрытия жизненных расходов группой из 160 городских советов призывают продлить этот фонд выделяя его важность как жизненно важного спасательного круга для множества семей этот фонд должен завершить свою работу через четыре недели если вопрос не будет решен в предстоящем бюджете правительство утверждает что по мере завершения фонда поддержки домашних хозяйств пособия и местные жилищные пособия повысятся для компенсации расходов на проживание тем не менее сохраняются опасения о влиянии на уязвимые домохозяйства и уж если мы говорили сейчас про финансы то спасибо вам моим верным и благодарным зрителям за финансовую поддержку на данный момент на мою зарплату собрано почти девять процентов от необходимой суммы напомню если каждый посмотревший видео поможет одним фунтом один раз в месяц то программа будет продолжать жить и развиваться ссылочка на зарплату находится в описании ролика ну а если вы вдруг захотите помочь по почте то знайте компания royal mail в следующем месяце повысит цены на марки так как она сталкивается с уменьшением количества отправляемых писем стоимость марки 1 и 2 класса увеличится на 10 пенсов и составит соответственно фунт 35 и 85 пенсов со 2 апреля это происходит после того как royal mail дважды повышала стоимость марок в 2023 году год назад первоклассная марка стоила 95 пенсов прежде чем в апреле прошлого года ее подняли до фунт 10 спустя 6 месяцев снова подняли цену до фунт 25 то есть о том чтобы скинуть цены для того чтобы людям было выгодно отправлять письма они не подумали они пытаются покрыть свои расходы именно повышением цен до у многих сейчас нет даже карманов ну а теперь криминальная хроника в южном лондоне в районе клэпом где там же где было недавно нападение при помощи кислоты я думаю вы помните эту историю так вот теперь мопедист находившийся в погоне то есть за которым гналась полиция открыл огонь из дробовика ранив троих людей двое из них получили раны третий пострадал от самого мопеда никто из них по предварительным данным не находился в состоянии не находится на данный момент в состоянии угрозы жизни но сотрудники полиции преследовали это транспортное средство которое управлялось двумя людьми после того как эти этот водитель отказался остановиться в районе клэпом недалеко до пяти часов вечера в пятницу об этом сообщил сообщил управление полиции огнестрельное оружие предположительно было дробовиком и было выстрелы были произведены прямо на ходу этого мопеда недалеко от клэпом камон соутсайд подозреваемые скрылись с места происшествия и полицейские на данный момент пытаются выяснить где находится этот мопед и водители задержаний никаких естественно не было в целом кражи и насилие в небольших магазинах по всей британии достигли рекордных уровней согласно отчету ассоциации магазинов в 2023 году было зафиксировано более пяти с половиной миллионов случаев краж что более чем в пять раз превышает предыдущий рекорд 2022 года среднем каждый магазин сейчас теряет около пяти тысяч фунтов из-за краж причем крадутся в основном мясо алкоголь и кондитерские изделия это самые наиболее наиболее товары которые наиболее часто крадут эта проблема ухудшается и ассоциация магазинов требует принять срочные меры такие как усиленное патрулирование и лучшее использование технологий для борьбы с преступностью розничные компании правительство уже предпринимают шаги но требуется дополнительное внимание к этой проблеме и снова про кейт миддлтон которая отсутствует в общественной жизни с декабря из-за личных медицинских проблем потому что она подверглась хирургическому вмешательству в январе отсутствие подробной информации о ее состоянии вызывает различные спекуляции в соцсетях включая шутки и теории заговора однако меня в газетах на данный момент очень бурно описываются вот эти вот эти случаи и вот эти вопросы и некоторые газеты успокаивают читатели а некоторые наоборот требуют от дворца предъявить хоть какие-то доказательства показать какое-нибудь видео с ней или хотя бы фотографии где же она болеет так долго почему ее не видно автор одной из статей подчеркивает что многие из этих шуток и домыслов которые циркулируют соцсетях хотя и безобидные но они имеют оттенок сексизма который возможно не был бы столь явным если пречь шла о мужчине из королевской семьи и автора статьи в bbc подчеркивает что у каждого человека должен быть право на приватность в отношении своего здоровья и медицинская информация кейт остается приватный пока не появится существенное обновление как сказал дворец но с другой стороны но могли тогда вообще не говорить что у нее какие-то проблемы которые нужно было лечить хирургическим путем ну а теперь уж когда информация уже требуется людьми стоит ее как-то показать в тот же момент газеты пишут что меган маркл и принц гарри были предупреждены относительно контактов с принцессой вельской кейт миддлтон после нового заявления от королевской семья и ее здоровье этой парочке рекомендовано воздержаться от публичных комментариев о кейт для того чтобы избежать спекуляций вокруг ее состояния здоровья но судя по всему они что-то знают кейт как я уже сказал отсутствует в общественной жизни с января из-за плановой абдоминальной хирургии как написано в газетах и официальное заявление от королевской семьи призывают к соблюдению приватности в отношении ее личной медицинской информации я хочу напомнить что у нас есть специальный выпуск посвященный тому что именно пишет пресса и что говорит дворец по поводу исчезновения кейт этот выпуск вы можете посмотреть после наших новостей а сейчас переходим к следующим новостям в рамках плана по улучшению автобусных услуг в нотингеме планируется реконструкция кругового движения мур бридж известного как худшая развязка в городе круговое движение будет заменено на светофоры с пешеходными переходами для того чтобы улучшить условия движения автобусов и сократить время в пути реконструкция начнется осенью этого года и являются частью плана по улучшению автобусных услуг не а финансируемого правительством этот проект получил два с половиной миллиона государственного финансирования если вы живете в нотингеме то возможно вы знаете этот перекресток а теперь к тому что обсуждают газеты высшие чины военно-воздушных сил германии стали источником настоящего скандала когда они раскрыли российской разведке секретные военные операции включающие нахождение британцев на поле сражения на украине выяснилось что немецкие авиационные командиры использовали стандартную не шифрованную видеоконференцию для обсуждения высокочувствительных как пишет газета операций этот инцидент описанный канцлером германии олафом шольцем как очень серьезные мне это очень серьезное нарушение вероятно вызовет беспокойство среди британских военных командиров и союзников нато немецкие законодатели обсуждали раз размещение ста из своих 600 крылатых ракет таврос для укрепления системы шторм шаду и которая поставляется великобритании и используется украины против российских сил также обсуждались атаки на крымский мост но из всего скандального разговора британцев заинтересовало именно то что британцы поставляют ракеты шторм шаду как было известно из разговора и то что британские войска находятся на территории украины а не тот факт что германские офицеры планируют диверсии против россии и российских объектов подробнее об этом инциденте и полную расшифровку разговора немецких генералов вы можете узнать из нашего канала телеграм рекомендую на него подписаться там открыто место для дискуссий ну а теперь переходим дальше два человека были арестованы после того как группа активистов устроила протест в популярном музее в шотландии группа this is reached опубликовала видео запись в соцсети x которая показывает двух женщин которые испортили бюст королевы виктории из пачков ее мало того что дни троэмалью они написали нехорошее слово на этом бюсте не облили бюст овсянкой и банкой варенья все это было сделано в галерее и музее кельвингров в глазго в воскресенье утром видео этого сюжета вы тоже можете посмотреть у нас в телеграм канале еще хочу напомнить что перевод основных статей из британских газет я выкладываю в закладке сообщества на нашем канале в youtube там очень много тех переводов которые из платных газет то есть просто так эти статьи не прочитать если вы не являетесь платным подписчикам ну а мне из-за этой работы чтобы донести вам информацию из британских газет приходится на них подписываться платно между прочим но сейчас дело не в этом сейчас дело о том что у нас происходит с погодой британские метеорологи опять отчитались о каком-то долбаном рекордно теплом феврале хотя на прошлой неделе они говорили что это самый мокрый февраль за все время когда они следят за погодой ничего нового они конечно не открыли для этой страны на прошлой неделе как я уже сказал они рассказывали о том что это был самый мокрый февраль а тут на тебе он оказывается теплый а когда вы вообще в последний раз видели в англии нормальную зиму без вот этих температурных передергиваний то тепло то жарко то холодно посмотрите что будет твориться на этой неделе метеопрогнозисты иначе их не назвать пишут март начнется заморозков и снега из-за полярного воздуха мне в принципе по барабану откуда этот воздух минусовые температуры в марте вот что меня беспокоит а эти карты с температурами атмосферным давлением с атмосферными фронтами ничего в этом не понимаю я просто не знаю кому они вообще нужны нашли бы что-то поинтереснее чтобы показать в этих выпусках прогнозов погод а погоду в принципе мы все видим глядя в окно как погода бомбит нас своими резкими перепадами по 20 градусов в день ну а если говорить про сегодняшнюю погоду то облачность усиления ветра и дожди усилятся с юго-запада во второй половине дня на востоке станет все более облачно местами будет небольшой дождь ну и сегодня вечером облака и полоса дождя будет перемещаться на северо-восток через великобританию в течение всей ночи по мере того как облака и дожди сместятся на северо-восток юго-западные районы станут в основном ясными и сухими так что погода в этой стране это не рациональное природное явление а настоящее сумасшествие как будто какой-то маньяк сидит там наверху и смешивает все переходники из которых то сыпется то течет то то мороз идет так что давайте оставим этих метеопрогнозцев этих красавчиков из службы погоды и выйдем на улицу сами посмотрим все своими глазами так что на этой неделе будет либо морозить либо припекать а потом наоборот припекать и морозить ну а теперь о приятном и главном я надеюсь вы помните как здорово мы оторвались с вами на вечеринке пару лет назад да вас было очень много и это было только первая годовщина нашей программы близится четвертая годовщина нашей программы и я думаю что это хороший повод отметить нам все это вместе 17 мая я снова буду ждать вас в клубе 229 в лондоне на вечеринке суперфест на в этой вечеринке примут участие алексей матвеев алекса пол группа ретроград и другие артисты которые на данный момент под секретным под секретным под грифом секретно также после концерта дискотека вам обеспечит диджей власть ну а вести все это мероприятие будет лучше ведущий по мнению моих детей олег хилл ссылочка на мероприятие будет в описании этого ролика студии был олег хилл встретимся с вами в следующем выпуске здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей великобритании на на какой же день сука блять